Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас приветствовать! Вы смотрите передачу по душам. В современном мире многие люди испытывают так называемую хроническую усталость. Понятно, что и дел много, и времени очень мало, но устать от безделья? Ведь иногда порой человек ничего не делая, а уже устает. Почему так происходит? Иммунологи и медики со всего мира ищут причины хронической усталости. Тем временем психологи не сидят спокойно и предлагают свою версию, почему так происходит. И, по их мнению, каждый человек по-своему реагирует на стресс в его жизни, особенно в мир технологий и большого потока информации. Синдром хронической усталости – это постоянное чувство утомления или даже переутомления. Упадок сил, не проходящий даже после длительного отдыха. Это состояние особенно характерно для жителей развитых стран и населенных мегаполисов. Главной причиной возникновения синдрома считаются длительные психоэмоциональные нагрузки на нервную систему человека. Самой основной причиной хронической усталости является, прежде всего, умственное перенапряжение, когда человеку в короткий срок нужно обработать и переработать большой объем информации. При этом, соответственно, он несет ответственность за нее, соответственно, он ограничен как-то во времени. В такие моменты он испытывает колоссальный стресс, из-за чего его мозг чувствует, как будто бы не успевает. В наше время стресс стал обычным явлением. Если мы не можем разрешить проблему или делаем это не так, как хотелось бы, возникает отчаяние. Отрицательные эмоции, в свою очередь, или нереализованные качества делают человека более восприимчивым к болезням. И одной из такой проблем, о которой задумывается человек в такие моменты, это, кажется, недовольство собой и своей жизни. Порой бывает так, что он задумывается, почему вот у других лучше, чем у меня, у меня всегда не как у людей, все не так, как надо и так далее. Это его побуждает постоянно чувствовать какую-то нехватку и чувствовать какое-то недовольство, из-за чего он постоянно чувствует усталость. Иногда бывает, что человек вроде и не устал на работе, находится дома, можно так сказать, что он и выспался в принципе, и не голоден, и ничего такого прям не происходит, чтобы он устал, но он почему-то чувствует такой упадок сил и хочется просто смотреть в одну точку и ничего не делать. Вам знакома такая ситуация? Если да, то давайте рассмотрим основные причины этого. Состояние, похожее на синдром хронической усталости, возникает тогда, когда в организме нарушается баланс между стимулами и реакцией на них. Признаки хронической усталости часто ощущают люди с монотонной или однообразной работой. Да и просто люди могут сутками иногда валяться на диване без всякого дела. Дело в том, что стимуляции нервной системы у них недостаточно. Стресс в умеренном количестве полезен для здоровья, он позволяет организму мобилизоваться. Следующими мыслями, из-за которых появляется это чувство хронической усталости, является чувство отчаяния. Иногда так бывает, что когда человек что-то монотонное делает и каких-то изменений не бывает в его жизни, то в эти моменты он чувствует, что ничего не меняется, все так тускло и однообразно и так далее. От этого его мозг немного устает и он впадает в отчаяние. Первая проблема, из-за которой возникает усталость, это синдром отличника. Это когда человек постоянно стремится к совершенству. И если что-то идет не так, ему становится плохо. Следующая проблема, из-за которой может возникнуть хроническая усталость, это когда человеку хочется все и сразу. Вот он и работать хочет, и в семье хочет быть успешным, и там хочет быть успешным. Своего рода такая небольшая жадность, то есть он все и сразу хочет. В эти моменты мозг просто в шоке находится. Куда ему распределить свое время, где ему успеть, как ему везде быть первым. Из-за этого постоянно чувствуется усталость. Третья проблема, это неуверенность в себе. Еще одна из причин траты энергии напрасно, всегда ориентироваться на мнение окружающих. В основе этого состояния лежит неуверенность в себе, постоянное желание одобрения. Важно помнить, что обычно люди не так уж и сильно интересуются вашими успехами и неудачами. У них и своих дел полно. Обычно они легко забывают то, что когда-то сказали о вас. А вы готовы сутками обдумывать то, что было сказано. Так стоит ли тратить энергию? Природа человека так устроена, что нам, людям, обязательно нужно реагировать на что-то. Например, что-то происходит в нашей жизни, например. Элементарно даже. Вот машина проехала или кто-то что-то сказал. Может быть про нас, может быть не про нас, не важно. И оказывается, нашему мозгу необходимо давать определенную реакцию. Но в современном мире вот этих вот событий, на которые нужно давать реакцию, слишком много. То есть наш мозг просто-напросто не успевает на все их реагировать. И они в эти моменты просто копятся. И когда они копятся, они же как бы своего рода нерешенными оказываются. И тогда мозг и вообще весь организм человека чувствует усталость от того, что слишком много чего нужно переработать. Пятая проблема – желание всюду обезопасить себя. И тогда человек постоянно стремится себя обезопасить. Если посмотреть на ситуацию со стороны, все в жизни предусмотреть невозможно. Мир всегда развивается по своим законам, а не по нашему хотению. Если есть возможные меры, которые мы можем предпринять, это хорошо. А в остальном лучше положиться на Аллаха, который по своей милости защищает каждого человека. Знать причины хронической усталости, конечно, хорошо. Потому что можно примерно предусмотреть и как-то позаботиться о себе. Но существуют ли признаки? Вот по каким признакам мы можем понять, что да, вот у меня есть хроническая усталость, или нет, у меня пока не хроническая усталость? Давайте разберемся вместе. Признаками синдрома хронической усталости являются 1. Ухудшение памяти, снижение концентрации внимания. Для решения сложных задач приходится предлагать усилия. 2. Нестабильное эмоциональное состояние, раздражительность, беспокойство или беспричинные страхи. 3. Нарушение ритма сна, порой даже бессонница ночью и сонливость днем. 4. Тремор рук, головные боли, боли в мышцах. 5. Плохой аппетит, снижение или увеличение в весе. Как ранее уже было отмечено, человек порой устает от однообразия, то есть когда одно и то же каждый день с ним происходит. Поэтому в качестве профилактики можно, оказывается, делать что-то нестандарное. Например, если вы по вот этой улице шли, теперь завтра нужно пойти по другой улице. То есть как-то менять свой маршрут и события в своей жизни. Плюс к этому, какие же можно применить профилактические меры? Как сделать профилактику, чтобы у нас не развилась хроническая усталость? Очень важно себя в трудные моменты прощать, позволить отдыхать, а не продолжать мчаться к финишной прямой во что бы то ни стало. Важно также любить себя реального, а не свой воображаемый образ. Сама по себе позиция, что все нужно делать по максимуму, порой может привести к нервному срыву. Порой усталость возникает от незаконченных дел. Вот иногда бывает, что нам нужно и то сделать, и пятое, и десятое. И мы все это, например, начинаем делать. Например, начали изучать какой-то язык. Все, и на курсы записались, а потом как-то забросилось. Или обещали там, допустим, племянников сводить в театр. Обещали, обещали и не сводили. И все эти задачи, так как они не закончены, они, оказывается, копятся. И наш мозг думает, ой, как мне много всего нужно сделать. Поэтому желательно, что бы мы ни запланировали, это заканчивать. Так как мозг удерживает нерешенную задачу и не отпускает, пока вы ее не решите. А это, соответственно, занимает место в голове и силы, от чего чувствуется усталость. Для этого нужно сначала вспомнить все свои запланированные дела и выписать их. А по возможности выполнить по списку. Но что же делать, если выполнить эту задачу уже невозможно? Например, человек уехал в другой город, или уже этот вопрос не актуален. Можно, оказывается, попросить прощения у человека, которому мы обещали. Или попросить прощения у самого себя. Что вот, мол, хотел выполнить, но по таким-то причинам не получилось. Тогда мозг отпускает эту задачу и концентрируется на чем-то другом. Дорогие телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». Пишите нам письма на данный e-mail и номер WhatsApp, который сейчас высвечен на экране. Некоторые из ваших вопросов мы разберем в нашей передаче. Уставшего может понять только уставший. Вопрос получается в другом. Приятная ли это усталость или результат каких-то нерешенных дел? А может ли быть так, что мы устаем именно потому, что невнимательны к себе и к своему самочувствию? А вы как считаете? С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok